Дорогие друзья мои, садовод-догородники, сегодня поговорим о черри. Но кто же не любит черри? Кто не сажает черри для своих внуков, своих детишек? Да и самим, конечно, хочется полакомиться. Но не всегда тоже попадаются черри, чтобы сказать полностью, что это просто очень вкусно. Сегодня я вам хочу представить быстренький такой обзор, который я сажала и который рекомендую вам. Потому что в каждой теплице всегда должны быть хотя бы 4 кустика, 4-6 всегда быть вот этим маленьким томатом. Они делятся на просто черри до 30 грамм и черри коктейльный от 30 до 50 грамм. И вот начнем мы сегодня с прекрасной с вами серии такой от Агрофирмы Поиск. Это вкуснотека. Я здесь представляю черный шоколад, сладкий фонтан, оранжевый фонтан и красный лукум. Здесь два сорта и два гибрида. Но вкусная еда – это одно из главных удовольствий, конечно, в человеческой жизни. С этой целью была создана серия сортов вкуснотека, объединившая в себе самое достойное для шедевров кулинарии, вкуснейшие селекционные разработки со всего мира. Все сорта гибриды, вошедшие в эту серию во вкуснотеку, строго отбирались по двум главным критериям – богатый, насыщенный вкус и яркий, неповторимый аромат. Хочу сказать, все они очень вкусные, все они очень урожайные, но надо единственное тянуть их все в один стебель, потому что очень уж они обильные. Очень понравился черный шоколад, конечно, оранжевый фонтан. Да здесь даже, понимаете, даже не сказать, какие лучше. Вот про черный шоколад я вообще хочу сказать. Это просто сладчайшие помидоры черри. Я просто была от них в восторге. Так что, друзья, запомните эту серию, обязательно посадите, всегда будете с прекрасным урожаем. Прекрасный результат также дали вот эти вот, хочу вам сказать, сорта гибриды. Это золотой дождь, оранжевая гирлянда и терка. Вы, наверное, про них слышали. Хочу сказать, все ветки усыпаны просто. Они почти, хочу еще сказать, черри, и они почти в одно время созревают, что тоже немаловажно. И хочу вам сказать, я сажаю приблизительно где-то всегда 10 кустов черри разнообразных. Вы представляете, что вот собрал в одну корзину, здесь и грушевидный, и черный шоколад, и оранжевый, и желтый, каких только нет. Поэтому вот это уже проверено. Во-первых, хочу сказать, цена небольшая, цена небольшая. Семян здесь достаточно, здесь по 12 штук семян. То есть, если вы купите, здесь вам на 3-4 года хватит. Я вам хочу сказать, семена томатов сохраняются до 10 лет. Если, конечно, вы храните их, ну, даже при комнатных условиях, без всяких резких таких вот перепадов. То есть, на даче или в сарае, конечно, хранить нельзя. Семена надо перевезти домой, чтобы они всегда были у вас в сухом таком виде. Кто не знает, друзья, хочу вам сказать, что помидоры черри получили свое название из-за формы небольшого размера, напоминающую вишенку. В отличие от своих традиционных собратьев, они, ну, томатов имею я в виду, они мыют мелкие, насыщенно глянцевые такие плоды. И хочу вам сказать, в них огромная польза, вкус, конечно, и аромат. Еще есть у меня вот любимчики. Агрофирма Семка. Здесь, конечно, по сравнению с поиском томаты, хочу вам сказать, томаты черри, но не дешевые. И количество их здесь, по сути дела, по 5 штук. Все они за 100 рублей, но хочу сказать, что тоже, ну, вкус идеальный. Черри от Юрия, черри от Савы. Вот они здесь красные, здесь они такого оранжевого цвета. Просто хочу вам сказать, что, ну, прекрасные томаты, томаты черри. Если вы их посадите, тоже будете влюблены. Урожай просто колоссальный, хочу сказать. Если вы посадите на одном квадратном метре 4 кустика вот этой черри, вы будете получать от 15 до 20 килограмм вот этих мелких, конечно, ягод. Во-первых, они все, что у поиск, что у Семка, они все толерантны ко многим заболеваниям. Это, конечно, прежде всего и вирус томатной мозаики, и вирус желтого скручивания листьев, и фузариоз, и кладоспариоз, и бактериальная пятнистость. То есть много-много. И это тоже спасает нас, потому что сейчас погодные условия не очень хорошие. Тем более, что теплица. И хочу вам сказать, что они просто толерантны к этим заболеваниям. И, кстати, хочу сказать, что некоторые мне такой вопрос задали. Вы говорите толерантны к заболеваниям. Это значит, что они заболевают? Нет, друзья. Толерантность – это способность рост растений выдержать абиотические стрессы без серьезных последствий для роста, внешнего вида и урожайности. И также в большинстве этих исследований, которые проводятся и делают нам устойчивость к заболеваниям, толерантность определяется как уменьшение тяжести симптомов, вызванных инфекционными патогенами. Причем сказать, что... Ну, то есть они, может быть, где-то у вас и заболело, заболели томаты какому-то заболеванию. Они будут толерантны, то есть они не заболеют. То есть они будут относиться к этому, можно сказать, прохладно. То есть им не до их, до чужих болезней. И еще хочу вам сказать, что вот прекрасно, у меня просто прекрасно нравится, вот, кто не сажал, пожалуйста, вот, это тоже от фирмы Семка. Это прекрасные вот томаты, это томат черри Ира. Это просто удивительно. Вы даже видите, какие сложные веерные кисти у этих черри. Так что тоже не забываем про такие удивительные томаты, томаты черри, которые бывают до 50 грамм, уже как бы коктейльные такие, так, небольшая слива. И когда я, как еще говорю, представляете, вот, когда вы набираете в корзину, ведро, в тазик, вот эти вот черри разного цвета, разного размера. Вы знаете, это просто, ну, идеальная красота, идеальная вкуснота. Не только для вас, вот, глаз просто радуется, но для ваших, также, близких. Так что до новых встреч. Не забываем сажать черри.